25% неявки повод для проверки. В 124-й детский сад не пришли больше 10 детей. Что произошло, выяснили наши корреспонденты. 98-й маршрут отменили из-за нерентабельности, что предлагают замены. Какой будет схема движения, узнал Игорь Кранцев. Двойной праздник у Татьян сегодня именин. У студентов День Святой Покровительницы, как отмечали из Тенальма-Матер, репортаж Марии Сафроновой. В 124-м детском саду в Ульяновске сегодня недосчитали с воспитников. Они просто не пришли в дошкольные учреждения. По предварительной информации, у некоторых малышей причиной отсутствия стало плохое самочувствие. Оперативно на место выехала комиссия, медики и специалисты от Управления образования. Как только мы видим, что порог превышает отсутствующих 25%, то работники управления сразу выходят с проверкой для того, чтобы выяснить причины. Поэтому сегодня мы находимся в детском саду и смотрим. Сотрудники управления образования смотрят, конечно, общее санитарное состояние, выполнение режима работы образовательной организации. И соответствующие выводы потом будут. Все дети, которые пришли в дошкольные учреждения, здоровы. Заверили врачи после осмотра в старшей группе. Воспитники, которые сегодня пропустили занятия, объявлен карантин. К ребятам для обследования на дому направили участковых педиатров. Заверили медики. Выявляются контактные дети, больные дети. Передаются на участок по месту жительства. Узнают состояние детей. 11 воспитников детского сада по рекомендации специалистов находятся на домашнем режиме. Остальным медицинская помощь не потребовалась. Окончательный диагноз детям поставят после лабораторных исследований. Разговоры о ремонте, привлечении молодых кадров в медицину. А в завершении поездки общее фото на память с учениками местной школы. Так прошел визит губернатора Сергея Морозова в Новоульяновск. Как изменится жизнь в городе, сегодня узнала Ирина Силкина. Новоульяновская городская больница требует как капитальных, так и косметических обновлений уже давно. Об этом говорили во время визита губернатора Сергея Морозова. Здесь необходимы капитальный ремонт канализации, отопление, система горячего и холодного водоснабжения, замена электропроводки. В первую очередь планируют заменить оконные блоки и сделать вход в здание доступным для инвалидов. Еще один немаловажный момент – привлечение кадров. За последние полгода, с лета, было полностью укомплектовано хирургическое отделение в село Кривуши. По федеральной программе Зиновский доктор был привлечен специалист. Сейчас укомплектовано офис врача общей практики на 100%. Был трудоустроен невролог. Однако федеральные программы по привлечению специалистов в сельскую местность не решают кадровые проблемы малых городов. Сейчас совместно с администрацией области прорабатывается вопрос по выделению жилья для новых молодых специалистов. Мы действительно приобретаем просто жилье и жилье передаем для проживания. Приобретение в собственность, допустим, лет через 10. Рибу мы подаем миллион и тоже прописываем условия, под которые человек приходит и здесь работает. В таких малых городах не решает нам проблемы с здравоохранением. Вопрос предоставления различных преференций для будущих кандидатов за счет регионального бюджета, а также муниципальной поддержки, Сергей Морозов вынес на заседание Координационного совета по здравоохранению. На совещании также обсудили и другие вопросы. Охрану здоровья женщин и детей, сохранение репродуктивного здоровья, заботу о старшем поколении и приближение медпомощи к людям, а также развитие современных технологий, в том числе открытие федерального центра радиологии, который возводят в Димитровграде. По сути, это проект управления здоровьем региона, поэтому на сегодняшний день основная наша задача, которая перед нами стоит, это изменить подходы и к финансированию, и контролю, и достичь главных задач, чтобы действительно управлять здоровьем граждан. Нам необходимо изучить и посмотреть на те проблемы, которые сегодня в первую очередь беспокоят население и влияют на структуру смертности и заболеваемости в регионе. Губернатор также посетил Новоульяновскую школу номер один. Там Сергей Морозов осмотрел, как выполнен ремонт, а также пообщался с руководством учреждения на тему предстоящего благоустройства прилегающей территории. Приятным завершением стало общее фото на память с учащимися. Ирина Силкина, Дамир Губеев, Вести Ульяновск, из Новоульяновска. В левобережье Ульяновска вновь конфликт на коммунальной почве. Частная управляющая компания предложила собственникам жилья увеличить тариф на жилищные услуги. Однако люди посчитали, что резкое повышение ничем не обосновано. В ситуации разбирался Эдуард Истомин. Больше 20 подъездов, около 800 квартир. 15-й дом, что на бульваре Новосандетский, за свой вид прозвали Пентагоном. Казалось бы, какое отношение к обороне он имеет, но защищаться приходится. Тариф, который с нас требует поднять управляющая компания ООН, ничем не обоснован. Никакими обоснованиями экономическими нам не представлены. Еще до Нового года коммунальщики прикинули, что тариф на содержание и ремонт негоже топтаться на месте. И предложили поднять планку на 20%. Кучерявый запрос пришелся собственникам не понутру. Ведь у них и так доверие на нуле. Вот эти вот подводы ХВС для мусорок вот этих, согласно тарифу, заложенному нам на это самое, составляют, стоят 32 тысячи. Притом все трубы из металлопластика, все это делается. Ничего не выполняется, нас взяли за это дело 9 тысяч. Но куда делись 23 тысячи, вопрос. А этот подъезд в домик хотели привести в порядок еще в прошлом году. Но деньги на ремонт куда-то испарились, недоумевает активист. Как и арендные платежи. 700 тысяч рублей, потому что документов люди не видели. Сама управляйка, сменив юридическое название, хранит олимпийское спокойствие. Значит, компания была в рейтинге первой пятерки. Я надеюсь, что дальше будем так же работать. То есть, главная задача – это качественное, надежное обслуживание живого фонда. У собственников свое представление об олимпионике. По их мнению, акты выполненных работ часто минуют старших по домам. Да и услуги сомнительного качества. Это посыпка песко-соляной смесью. Вот по моему дому это на 21 тысячу. С 89-го года кто-то видел хоть кто-нибудь, чтобы применяли на тротуарах песко-соляную смесь? Нет. Пачку соли, максимум 2 пачки соли раскидали и все. Уборки газона, это мне нашему дому стоило 32 тысячи. На 17-й год, как выясняете, что у меня газон всего 4058 квадратных метров. Но я должна буду заплатить 86-364 тысячи. Это как? По словам коммунальщиков, новые платежи обсчитали по специальной программе в управлении ЖКХ. Но люди не верят расчетам. И тогда Илья Ножичкин предложил ему идти на муниципальный тариф по содержанию. Плюс отдельно проголосовать за текущий ремонт. Но и это, похоже, не всех устроило. На примере конкретного дома мы вот описали ситуацию регулирования конфликтов. Правильно? Нет. Нет. Ну как нет? С 23 рублям, которые были с ремонтом, вы теперь прибавляете 4% и предлагаете нам еще 4 рубля на ремонт потратить. Потому что не тратить на ремонт нельзя. Тем не менее, в городе готовят документ с муниципальными тарифами. Перед его выходом собственникам предложат повторно обсчитать стоимость жилищных услуг. Люди смогут проконтролировать, что в программу заложат правильные технические характеристики дома. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. Один из ульяновских маршрутов, номер 98, который связывал рабочий поселок Ишеевка с железнодорожным районом, с начала этого года закрыт по решению владельца маршрута, так как был признан нерентабельным. Такая мера вызвала большой общественный резонанс. Губернатор Сергей Морозов потребовал в кратчайшие сроки устранить проблему. Какое решение было найдено, сегодня узнал Игорь Кранцев. Конечной остановкой 98 маршрутки была площадка возле ульяновской мебельной фабрики. Многие работники именно на этом транспорте и доезжали до работы. Само собой, с его исчезновением возникли проблемы. Теперь, чтобы добраться до места, приходилось пройти солидное расстояние пешком. Об исчезнувшем маршруте говорили даже на аппаратном совещании под председательством губернатора Сергея Морозова, который раскритиковал ответственных за транспорт. Если так все хорошо, то почему люди возмущены? Ну, вы же говорите, чтобы им сделали кусочек счастья. А люди, так сказать, возмущены, и там почти три десятка предприятий, так сказать, высказали свое возмущение, действие, ну, как минимум, там, администрация железнодорожного района. Вопросы транспортного обслуживания этого района взял на себя транспортный отдел администрации города. Подключились и перевозчики. Вопросы доставки работников обсуждали и на встрече с коллективом. Перевозчик, отвечающий за маршрут номер 52, принял решение о продлении движения до мебельной фабрики с 6.30 до 10 часов утром и с 16 до 18 вечером при наличии пассажиров. Абсолютно никаких сложностей нет. Мы уже организовали доставку работников Ульяновской мебель до работы. Также мы организовали вывоз сотрудников с работы. Вот, сейчас существуют небольшие, как сказать, вопросы у людей, которые работают во вторую смену. Ну, то есть, вот, обслуживающий какой-то персонал сюда доставить. Но мы сейчас этот вопрос прорабатываем. Кроме того, в так называемое межпиковое время до фабрики будет ходить один автобус 52 маршрута в течение часа. Также перевозчик ведет работу с отделом кадров предприятия. Там обещали предоставить время движения, удобное для сотрудников. Однако, еще одной проблемой в связи с отменой 98 маршрута стала и другая его конечная остановка. Дело в том, что летом на 98 многие добирались до центрального городского кладбища. Сейчас мы готовим конкурсную документацию и будем открывать новый маршрут, который будет следовать от Парка Побед до Северного кладбища. В то же время мы усилили 99 маршрут, изменили схему его движения. То есть, жители Свияжского района могут спокойно доехать до Северного кладбища. При этом городская администрация продолжит совместную работу с перевозчиками для того, чтобы окончательно снять вопросы транспортного обслуживания на этих направлениях. Игорь Кранцев, Александр Абрамов, Весть Ульяновск. В Москве прошел 16-й съезд партии «Единая Россия». В его работе приняли участие 728 делегатов со всей страны и более 2000 гостей. Среди них представители Ульяновской области. Сегодня на пресс-конференции они поделились своими впечатлениями и планами. С 2017 года партия запускает четыре новых проекта. О них еще раз сказал Дмитрий Анатольевич Медведев. Среди них первая – это городская среда, которая касается благоустройства общественных пространств в городах и населенных пунктах. Предусмотрено 20 миллиардов рублей в федеральном бюджете. Еще один проект – местный дом культуры. Он касается ремонта сельских ДК. В нашем регионе около 1200 таких клубов, и треть из них находится в плачевном состоянии. Еще речь шла о поддержке театров и парков малых городов. На съезде прозвучало, что все партийные проекты должны быть направлены на выполнение наказов избирателей. На выполнение наказов избирателей в текущем 2017 году у нас вошли такие наказы, как улучшение водоснабжения и погазификации. На днях зажгется уже факел в селе Выползов нашего района. И на этот 2017 год у нас из наказов избирателей вошли Малый Большой Кувай, село Аркаево. То есть продолжение этой программы. Газификации. Газификации, да. Соглашение по исполнению наказов избирателей подписано депутатами фракции «Единой России» и правительством Ульяновской области. Из федерального центра на его реализацию выделили 1 миллиард рублей. Эти средства направят на сферу образования и здравоохранения, а также сельское хозяйство. Сегодня праздник российского студенчества, но торжество по традиции двойное. Татьяна отмечает свои именины. Православная вспоминает мученицу Татьяну, которая пострадала за христианские убеждения. Она же небесная покровительница всех студентов. В честь праздников ульяновские вузы подготовили сегодня программы для своих гостей. День студента – праздник молодости. 25 января 1755 года указом императрице Елизаветы Петровны учрежден Московский университет. Покровительница учащихся – Святая Татьяна. Именно поэтому сегодня отмечается двойной праздник. Ульяновский государственный университет порадовал зрителей и в первую очередь студентов уже традиционным песенным марафоном в Татьянин день. Проходит он десятый год подряд. Участие приняли не только ульяновские студенты. Гости приехали со всего Поволжья. Здесь будет проводить фестиваль-конкурс, именно песенный марафон. Само название марафона – это уже интересно. Решили приехать посмотреть на город, вообще на исполнителей, показать себя. Здесь очень много всего разнообразного. То есть разные жанры музыки, также различные вкусы, мелодии, как можно исполнить. И посмотреть также, ну вот как другие исполняют. В Ульяновском государственном техническом университете также отметили праздники. Татьяны весь день принимали поздравления. Одни на студенческой скамье, другие на рабочем месте. Праздник у нас, в общем, двойной, у меня еще и тройной, потому что годовщина свадьбы дочери старшей. В общем, такой праздник, который действительно сочетает в себе и профессиональное, и очень много личных. У меня и мама, и бабушка Татьяна. Поэтому у нас такой чисто семейный праздник, где у всех сегодня праздник. Для всех Татьяна университета, а также для студентов подготовили концертную программу. Именинцам подарили цветы и подарки. Не обошлось и без конкурсов. Студенты поздравляли друг друга и желали удачного окончания сессии. Утром встал, сразу же поздравил всех друзей, знакомых, Тань, всех осчастливил. У самого тоже поднялось настроение. Каждый поздравляет друг друга. Опять же, друзья, знакомые, все ходят веселые, радостные. В конце праздничной программы, уже по традиции университета, каждый студент отведал медовухи. Мария Сафронова, Элла Шахова, Герман Баранов, Александр Абрамов. Вести Ульяновск. Ульяновский государственный университет порадовал также зрителей в День студентов и в первую очередь студентов уже традиционным песенным марафоном в Татьянин день. Проходит он в десятый год подряд. Участие приняли не только ульяновские студенты. Гости приехали со всего Поволжья. И в завершении выпуска объявления сегодня в ночь метеорологи прогнозируют резкое похолодание до минус 20-25 градусов, местами по области до минус 30. В связи с низкими температурами специалисты Министерства образования рекомендуют директорам учебных учреждений отменить 26 января занятия с 1 по 4 классы. У меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok